Книга «Кришна. Верховная Личность Бога». Пересказ 10-й Песни Шримад Бхагаватам, Его Божественной Ливости, Ачеба Актиданта, С вами Шелкова Пады. Глава 43. Смерть слона Кувалайпиды. Как вы заметили, регулярно появляются такие названия, связанные со смертью. Это интересные лилы, предыдущие любят их обсуждать и вызывают радость, когда Кришна убивает демонов. Две вещи Кришна делает. Посылает смерть демонам, вечную жизнь преданным. Поэтому на этой почве мы радуемся. Но в итоге демон тоже получает вечную жизнь со смертью. Потому что умирает все равно любой человек. Преданный и непреданный. Но направления от момента смерти разные. Об этом речь идет в физической литературе. Если бы со смертью тело все окончалось, тогда бы не было смысла вообще ни в какой физической литературе, в каких-то знаниях. Вообще ни в каких знаниях. Ни в литературе, ни в истории, ни в искусстве, ни в политике, ни в экономике. Ни в чем смысла бы не было. Не было. В Бхагавадгике также это обсуждается. Причина скорби Арджуны. Почему он скорбит. Если ты знаешь, что душа вечна, тело временное. Воин, погибающий на поле битвы, за правое дело получает практически освобождение. Минимум райские планеты. На чем-то скорбишь Арджуна. Если ты думаешь, что со смертью тела все окончается, тем более тебе не о чем беспокоиться. Все умирают рано или поздно. Все превращается в бессмыслецу. Нет причины скорбеть ни в том, ни в другом случае. Но вся наука открывается, когда мы понимаем, что жизнь непрерывна. Вот тут уже это база для научных каких-то изучений и исследований. Потому что я существую вечно, и мне нужно знать, куда я иду. Что такое жизнь? Откуда я пришел, если я вечный? И куда я пойду, если я вечный? И почему я вот в этих условиях нахожусь? Которые могут мне нравиться и не нравиться. И смешанные, может быть, адские, всякие, другие. Почему так все происходит? Ответы есть на вопросы? Вот понимание, сад, вечность — это начало. Тот, кто признает вечность, начинает мыслить. Тот, кто не признает вечность, бессмыслится во всем. Поэтому тут уже нет никаких правил, законов. Все это лишь условности. Все это можно нарушать. Потому что смысла ни в чем нет. Ни в хорошем, ни в плохом и так далее. От бессмыслицы люди принимают интоксикации. От бессмыслицы убивают животных и едят. От бессмыслицы они занимаются сексуальной жизнью и больше ничего другого не знают и не видят в этой жизни. От бессмыслицы. Почему же они это все делают так активно? Чувства их заставляют. Язык, желудок и гениталии. Они не могут с ними справиться. Они понимают, что в этом смысла тоже нет. Но от этого невозможно куда-то деться. Уйти от этих потребностей. Когда-то я еще спросил давно. Только начинал повторять Хари Кришна мантры одного пожилого человека, который работал там с нами. Я говорю, вот постоянно вы говорите о том, что вы едите, сколько вы зарабатываете, во что одеться. Я говорю, а что вот. Неужели в этом смысл жизни? Он говорит, нет, смысл жизни не в этом. Это точно. Ты прав. Но с другой стороны, говорит, мы не можем без этого обойтись. Поэтому об этом думаем. Но мы не можем обойтись без этого. Поэтому нам приходится думать всю жизнь об этом. И нам просто даже некогда думать о чем-то другом. Если мы же пытаемся думать о чем-то, то все равно же непонятно ничего. Все же никто ничего не знает, не видел. Ни ученые, ни другие, никто не знает. Поэтому мы думаем о этих вещах. Такова жизнь. Но здесь другая история. То, что мы открываем ведические книги. Веды. Описывающие вселенную, отношения людей-полубогов Всевышнего Господа. И так же есть демоны. То есть устройство описывается. И как жить в этом полном устройстве. Не просто как жить в своей квартире, в своей семье. Как с мужем или с женой наладить отношения. А как жить вот в целом полно. Это веда. Как жить во вселенной. Потому что мы здесь короткое время пойдем дальше куда-то. И не то, что будем жить все время на этой земле. Допустим, мы можем жить в другом месте. В каком угодно месте. В этой вселенной. Много мест. Все заселены. И так же описывается путь к освобождению из всего этого. Из этой системы колоссальной. Которого человек сам смыслить не сможет. Если даже задумает. Веда описывает. Дают им это представление. А Боге-творце, который все это создал. Он называется Бог. Вот это вот человек должен помнить. Помните, начали жизнь. Превращается в бессмыслицу. Именно Бог направляет живое существо. Дает ему вдохновение. То есть отвечает на его желания. На его поступки отвечает. Через законы природы. Или лично. Уж с кем какие отношения. Здесь описывается личность Бога. Это книга о личности Бога. Который познается только через преданное служение. Другие процессы не открывают его. Ни гьяна-йога. Ни аштанга-йога. Ни карма-йога. Бог есть. Но кто, пока человек не занимается преданным служением. Не сможет понять свои отношения с ним. И здесь он лично действует. Здесь он будет убивать слона Куала и Пиду. Бог. И что это так было важно? Чтобы самому спуститься в этот мир. Чтобы убить какого-то слона. Вот это нам нужно понять. Вот если мы это сможем понять. Мы освобождаемся из этого мира. Что этот высший смысл Можно принести в нашу жизнь. На кухню нашу жизнь. В наших детей. В нашу деятельность. Жизнь становится совершенным. Когда Кришна и Баларама омылись. И исполнили другие утренние обязанности. Они услышали бой барабанов на борцовской арене. Ну то есть они уже что сделали? До этого перед этим они уже сломали лук на жертве на арене. Вошли в Матхуру. Описывается как жители Матхуру встречали. С каким восторгом. Нажатаж. Все толпами выходили на улицы. На крыши домов. Все узнавали верховную личность Бога. Слышали много о нем. Читали в ведах. Вот теперь он сам прибыл с Баларамой. И с друзьями. Он гуляет по Матхури. Весь народ скрыл туда. А Кришна развлекался гуляя. Он там убил. Красильщика тканей. Познакомился с цветочником. В гостях был. Кубджу выпрямил. Сделал красавицей. Гулял, развлекался с народом. Улыбаясь. Оделся в различные одежды. Тот ткани красильщик. Нет. Тот портной. Портной. Дал ему ткани. Подарил на улице прям. А красильщика ткани они забрали просто то, что у него было в руках. После убийства его. Затем они вышли на жертвенную арену, где хранился лук. Тханур-Яги должна была проводиться. Великий праздник начинался таким образом. Тханур-Яги. Кришна сломал этот лук. Лишил праздника Камсы. Так он предупредил о своем прибытии. Этот лук был размером в несколько пальм. Лук Шивы. Это была реликвия. В царстве Камсы. Этот лук, поклоняясь которому, Камса также обретал могущество. Кришна сломал этот лук. С грохотом трескать это слышал Камсы и понял, что он в великой опасности. Потом, когда Кришна сломал этот лук, с Баларамой они еще этими двумя концами лука перебили всю охрану, который напал на них. Развлекаясь. И ушел из Матхуры на окраину. Там, где стоялся Нанда Махарадж с пастухами. Там, где были повозки. Там он переночевал безмятежно. Теперь он проснулся. Слышались утренние свои обязанности. И услышал бой барабанов в Матхуре. Который предупреждал, то есть возвещал о том, что все должны собраться на арену. Все зрители. Этот праздник начинается. Борцовские состязания. И Кришна прибыл туда, чтобы бороться с этими борцами великими. Чанура, Муштика, Шала, Ташала. Там были такие великие мастера боевых искусств. Самые великие. Камса пригласил. Самые могущественные. Все боевые искусства, которые мы сегодня знаем, они исходят из ведической культуры. Ну, по-разному преломляясь там, они по-разному называются, но... Юют-сава, Юют-сава, сражение называется на санскрите. Юют-сава, джиу-джитсу еще как-то от этого слова. Потом пошли ветви различные стилей. Это занимаются воины, кшатрии этими. Либо профессиональные борцы, которые зрелище устраивают. Профессиональные борцы это больше класс шудр, а воины класс кшатриев. Одни это делают ради удовлетворения публики, другие ради исполнения долга. Тотчас они собрались, чтобы посмотреть на состязание. Подойдя к воротам, они видели огромного слона Кувалайпиду с погонщиком на спине. Погонщик намеренно закрывал вход, поставив слона так, что он загородил ворота. Разгадав замысел погонщика, Кришна потуже затянул пояс и приготовился к схватке со слоном. Это тоже был план Камсы, слон Кувалайпида. Огромный, гигантский, боевой слон был. Его легко было привести в бешенство. Слон использовался для битв. Слон Кувалайпида был с погонщиком на спине, и задача была убить Кришну. Погонщик получил приказ непосредственно царя. Поэтому слоном загородил вход в ворота уже, перегородил путь к Кришне, был раме, когда увидел. Кришна сразу понял, что предстоит сделать, затянул потуже пояс. Перед слоном был небольшого роста, он еще юноша совсем выглядит. «Ах ты, негодяй!» — громовым голосом обратился он к погонщику. «Отгони слона и пропусти меня, а не то я отправлю тебя и твоего слона в царство смерти». Есть царство смерти, это не какое-то выражение образное. Обитель, там, где решаются судьбы людей, есть такое место. Это не происходит автоматически. Перерождение из одного тела в другое тело. Человек проходит через царство смерти, где присуждается новое тело, и подготовка идет. О подробницах лучше не говорить, это трудно понять в нашем измерении. Нам, дай Бог, понять, что тут написано буквами еще. Есть такое место, есть такое царство. «Оскорбленный окриком Кришны, погонщик рассверепел и, как было задумано, погнал своего слона на Кришну, чтобы заставить его вступить в бой. Грозный, как смерть Кувалай-Пида, ринулся на Кришну и попробовал схватить его хоботом. Но Кришна ловко увернулся и мгновенно оказался позади слона». Слон большой, а Кришна маленький. И вот лев, говорится. Лев меньше слона, но он опасен для слона, лев. В каком-то смысле он ловчее, сильнее. Меньше обладает уже большой силой. Поэтому лев может победить слона. Говорится, слон, наверное, убегает от льва и прячется в пещеру, туда головой, в стену. Ну, по глупости он большой, он думает, что он спрятался. Но если слон такой большой, то лев-то меньше, он все равно войдет в любое место, куда прячется слон. Поэтому Хари также сравнивают со слоном, то есть со львом. Здесь Кришна, вот он Хари, и это слон, вот этот Кувалайпида, огромный слон. Но он при этом неповоротливый, видите, грех неповоротливый. Он дальше своего носа ничего не видит. Слоны видят не дальше своего хобота. Поэтому Кувалайпида не видел Кришну, который прятался за его ногами. И все же он попытался снова схватить его. Но Кришна отскочил, забежал назад и схватил слона за хвост. Вообще никто никак не реагирует. Никакой реакции нет. Вам неинтересно, наверное? Или вы сочувствуете слону, наверное, а не Кришне? Наверное, жалко слона. Вы печальный сидите. Кришна с силой потянул слона за хвост и протащил его шагов двадцать. Нет, вы не представляете. Нет, если вы представляли, вы бы смеялись. Да так и нет. Вы даже не представляете, как это смешно выглядит. Слона за хвост тащить, понимаете? Большого слона за хвост тащить в другую сторону. Представьте, как он выглядит вот у Кувалайпида. Беспомощная, растерянная. Огромный слон был. Но в глаза его бегали, не знал, что делать вообще. Двадцать шагов. Как Гаруда тащит пойманную змею. Кришна таскал слона влево, то влево, то вправо. Надо показать вам, тогда вы будете смеяться. Как в раннем детстве таская за хвост телят. Он тренировался на телятах, видите, в детстве. Тут он уже в бой вступил. Это ему пригодился тот навык. Когда-то телят хватает за хвост. Он также со слоном играл. Затем Кришна подскочил к слону спереди, нанес ему мощный удар и быстро отбежав, скрылся у него за спиной. Он снова выбежал вперед и бросился к слону под ноги. Тот упал на колени. Слону под ноги бросил. Необычно. Это опасно вообще. Тот упал на колени. Кришна же быстро вскочил, но слон, думая, что Кришна еще лежит, попытался проткнуть его бивнем и вонзил бивень в землю. Упал на колени, бивень в землю вонзил. Кришна уже давно не было, смотрите. То есть смотрите, как глупо слон поступает совершенно. Не понимает картины, не видит. Но бесполезно сразу с Кришной, понимаете? Представьте себя сильным слоном. Кувалапидой. Гроза, все вас боятся. Одно, знаете, присутствие все сразу отстраняется. Вот теперь представьте, что Кришна делает с вами. Даже не замечаете, что происходит. Вы в землю пивнем, на колени падаете почему-то, вы даже не понимаете. То вас кто-то за хвост тащит. Вы даже не вдумеваете, кто это может делать вообще. Даже сообразить не можете, что происходит, потому что вы же очень горды, представьте, вы же слон. Вы как гора недвижимый. И вас тащат за хвост 20 шагов то влево, то вправо, играют с вами. Кто-то незаметный-то под ногами, понимаете, путается. Представьте, что чувствует Кувалапида. Его ложный эго разрушается в это время. Это не просто издевательство, как бы Кришна не издевается на нем, он играет. И когда он играет, должное эго разрушается. Хари. Это тоже игра. Украсть все грехи. У того, с кем он играет. Все лишаются своих недостатков, когда играют с Кришной. Все благой. Поэтому слон постепенно превращается в какого-то, знаете, невинного, невинное существо, которое вдруг не понимает, что с ним происходит и кто он теперь. Слон или не слон вообще. неудача разъярила Кувалапиду. Еще гордость есть, видите. А погонщик все понукал слона. То есть они поддерживали друг друга, вдохновляли, стараясь еще больше разжечь его ярость. Взбешный слон бросился прямо на Кришну. Но как только он приблизился, Кришна схватил его за хобот и повалил. Когда слон и погонщик упали, Кришна вскочил на слона, отломил один его бивень, этим бивень прикончил и слона, и погонщика. Он играл какое-то время, потому что Кришна наслаждающийся. Но нужно понять, он не только с телом это делал. Там были отношения с душой этого существа, что Кришна духовен. Поэтому можно много рассуждать об этих поступках Кришны, почему он делал так или так или иначе. Можно проводить целый большой анализ, я думаю, может быть, кто-то из очариев это делал. Это целая наука выясняется, потому что ничего бессмысленного Кришна не делает. Все имеет какую-то научную основу. Расправившись со слоном, он водрузил бивень себе на плечо. Покрытый сверкающими каплями пота и обрызганной кровью слона, Кришна был прекрасен. В этом видео он направился к жертвенной арене. Господь Баларама нес на плече второй бивень Ковалайпиды. Сопровождаемые друзьями оба брата взошли на борцовский помост. Вот в таком виде они появились с бивнями слона на плече, окровавленными, окропленные кровью этого слона и покрытые потом блестящие. Были очень красивые. Так они поднялись на борцовскую арену. Когда Кришна вместе с Баларамой и своими друзьями появился на помосте, разные люди восприняли его по-разному. В зависимости от своих отношений и рас. Рас с ним. Кришна – источник всех наслаждений и всех рас. Основанных как на любви, так и на неприязни. Есть разные расы. Есть чистая раса, есть искаженная раса. Раса Абхасы – такое понятие существует. Или извращенная, искаженная раса. Есть чистые расы. И чистые расы – это служение. С этого начинается чистая раса. Ну, нейтралитет можно к этому добавить. Теоретически. Практически он трудно сейчас применим. Мы начинаем сразу со служения. Считается чистая раса. Чистая, преданная служение. Мы о том постоянно говорим. Это начало. Затем она может возвыситься, выше пойти дальше, эта раса. До дружеских отношений. Основанная на предыдущей расе. На чистом, преданном служении. Бескорыстие. Затем к этому можно добавить родительские отношения. Когда уже равенство переходит в покровительство даже. Желание исполнять все желания Кришны, как собственного ребенка. Предупреждать его желания. Обучать, заботиться о нем обо всех его спектрах существования жизни. Она включает в себя дружескую расу и служение. И если она развивается дальше, она достигает супружеской расы, где все расы присутствуют. Но доминирует нечто необычное, необъяснимое. Никто не может понять, что это. Служение или дружба, или родительская забота. Никто не может понять, с этой точки зрения, что это за раса. Это раса необъяснимая при помощи других рас. И выше этой расы нет ничего, поэтому она никак невозможно ее объяснить. Можно только наблюдать. Это чистые расы. И есть расы искаженные. Искаженные расы, когда чистое духовное служение смешивается с телесными концепциями. Например, например, когда человек может думать, один из примеров Пропада приводит, когда человек может думать, я бы хотел дружить с Кришной или войти в супружескую расу, но у меня старое тело. Это смешение духовных желаний с телесной концепцией. Это раса Абхаса называется, скажем мне. Не духовная еще, не чистая духовная. Когда человек думает, что его тело материальное определяет его отношение с Богом. Не определяет. Вообще не определяет. Чисто расе это очевидно. И здесь говорится, различные расы были у этих всех собравшихся на этот праздник людей, которые были близки к Кришне, лично другие были не так близки, но у всех были какие-то расы, основанные на любви или неприязни. Из любви знал его и навести видел Кришне. И наступает как олицетворение красоты. Очень красивый юноша. Женщинам он казался самым привлекательным юношей, самим Камадеве, Богом любви, который разжигал в них вожделение. То есть женщины влюблялись к это вожделение. Пастухи же смотрели на него, как на своего родственника и земляка, приехавшего, как и они, из Вриндавана. Нечестивые цари Кшатри видели в нем сильнейшего властителя и с трепетом ждали от него кары. Вот так они понимали его. Кришна отказал как Кшатри и было потом признано, что он Кшатри сын Васудевы. И девоки да, и он царствовал в два руки. Не прямо у Грасиона непосредственно царствовал, но он был главным лицом. Он также продолжал убивать демонов, но на Курукшетри не взял оружие. Не до того он сюда оружие. И именно это вдохновило Дуретхана больше всего. Потому что Шакуни понимал и Дуретхана понимал, что Кришна всемогущий. Лучше вот с этим мы справиться не можем. Все три-четыре отдельно от Кришны можно справиться с Пандами. Месяц Кришна нет. Когда Кришна сказал, что бери Дуретха на мою армию, а я буду просто возничим Арджуна, даже в руки оружия не возьму. Дуретхана просто возликовал. Был счастлив. Ну все, теперь ясно, что я царь, я император. Я, конечно, выиграю это сражение. Таким образом, цари видели его. Очень могущественный. Все планы разгадывает. Очень дальновидный. Для родителей Кришны Нанды и Ешоды он был любимым сыном. А для Камсы царя из династии Пходжи Кришна был олицетаренной смертью. Вот видите, как его видели с разных точек зрения. Камсу выявил смерть, присутствующую в его лице. Это так и было. Цари увидели сильного монарха и испугались несколько, потому что монарх может судить, как император судит других царей тоже. Кто-то увидел его просто своим другом Звендавана, близким. Они его приветствовали по-дружески, Гарри был Кришна. Женщины все влюбились, кто увидели его. Йоги мистики, посмотрели и увидели это параматма, рецептированная параматма, сверхдуша. Люди неразумно считали Кришну несовершенным, как обычным человеком. Присутствующие йоги видели его как сверхдушу в глазах членов рода в Ришне. Он был самым знаменитым родственником. Так разные люди по-разному воспринимали Кришну, когда он вместе с Баларамой и друзьями всходил на борцовский помост. Узнав, что Кришна убил Сланаку Валайпиду, Камса понял, что Кришна непобедим и его охватил страх. У Кришны Баларамы были красивые длинные руки. Облаченные в нарядные одежды, они покорили своей красотой всех собравшихся. Они были одеты так, как одеваются танцоры перед выходом на сцену. Все взоры были устремлены на Кришну и Балараму. То есть не были в каких-то специальных боевых одеждах, они были украшены как танцоры. Ну, там ожерелье, браслеты, колокольчики на ногах. Возможно, у них были какие-то перстни, ну, украшенные. Макияж какой-то может быть был, я не знаю. В серьги они вышли непонятно куда, на помост вышли в таком виде. Жители Матхуры с радостью взирали на верховную личность Бога Кришну и не могли налюбоваться Его прекрасным лицом. Им казалось будто они пьют нектар богов. Они были очень счастливы от того, что видели Кришну и не только пили нектар, глядя на Его лицо, но и вдыхали аромат и словно ощущали нектарный вкус Его тела. Но это присуще как бы сознанию Кришны, что все чувства могут пробудиться. Можем также такой опыт испытывать. Я думаю, что каждый день какой-то опыт мы испытываем запахов и вкусов от Кришны через прасад и естественно благовоние. Не только. Через алтарь также можно воспринимать чувствами. Мысленно они заключали Кришну Балараму в объятия и с восторгом говорили между собой о двух божественных братьях. Жители Матхуры уже давно слышали о красоте и доблести Кришны Баларамы. Но впервые видели их ваучию. Они решили, что Кришна Баларама два всемогущих воплощения Верховной Личности Бога Нарайны явившегося во Вриндаване. Так они видели. Навайкунхи так видят это. Горожане начали рассказывать друг другу о Лилах Кришне о том, как он родился у Васудевы и воспитывался Махараджинандой и его женой в Гакуле, а также обо всем, что произошло до того, как он удостоил своим посещения Матхуру. Говорили они о том, как Кришну бил ведьму Путану и Тринаварту. Налетевшую на Вриндаван в облике смерти. Вспомнили, как он избавил двух братьев-близнецов от пребывания в телах деревьев Ямала Арджуна. Жители Матхура рассказывали, вы во Вриндаване Кришна и Баларама убил Шанка-чуду Кеши Тену Касуру и множество других демонов, а еще Кришна спас Вриндаванских пастухов от страшного лесного пожара. Он проучил змея Калью, который жил в водах Емуны, и укротил гордыню небесного царя Индры. Целые семь дней Кришна одной рукой держал огромный холм Гавартан, спасая жителей Гакулы от потоков дождя, ураганного ветра и града. Матхура знала об этом, она близко соседствует с Вриндаваном и они слышали об этих ливах. Они вспоминали и другие чудесные игры Кришны. Вриндаванские девушки так радовались тому, что могут любоваться красотой Кришны и участвовать в его ливах, что позабыли обо всех тяготах материального существования. Когда они глядели на Кришну, когда думали о нем, всю их усталость как рукой снимала. Жители Матхуры говорили также о роде Яду, который стал самым знаменитым во Вселенной благодаря тому, что Кришна явился в одной из его семей. Затем они заговорили о Балараме, они восхищались его прекрасными глазами, похожими на лепестки лотоса и почтительно замечали. Этот юноша убил Праламбасуру и множество других демонов. Династия Яду, они говорили Кришне об этом, что если бы ты не пришел в эту династию, мы бы все чувствовали, что мы чужие друг другу люди из-за власти. Мы просто делили бы власть, как и все остальные. Мы просто были бы раздроблены на части, вся династия распалась бы и мы стали бы чужими друг другу. Это то, что сейчас произошло уже со всем миром. Но как только Кришна является, мы можем быть вместе, как одна семья. пока продолжалось это обсуждение, заиграли несколько оркестров, возвещая о начале состязаний. Значит, представьте, это был такой же оттаж, шум, когда они поднялись на помост, все это увидели, все начинали говорить громко, обсуждать, смотреть, переживать, чувствовать, запахи, и все остальное, все изменилось. И тут оркестры сразу грянули, знак, что все начинается, напоминание, что мы собрались на состязание, а не просто говорить о гримарилах Кришне. У нас тоже есть с вами долг, только гримарилах Кришне, у нас еще есть обязанности, работы и прочее. Знаменитый борец Чанура обратился к Кришне Балараме с такими словами, «О, Кришне Баларама, мы много слышали о ваших подвигах, мы знаем, что вы великие герои, поэтому царь пригласил вас на это состязание. Говорят, у вас необычайные сильные руки. Цари все собравшиеся хотели, чтобы хотели бы увидеть, как вы боретесь. Каждый подданный должен повиноваться и угождать царю, тогда царь осыплет его своей милостью. Непокорные же испытают на себе всю силу царского гнева. Вы пастухи, но мы слышали, что когда вы пасете коров в лесу, вы любите бороться друг с другом, и мы хотим, чтобы в угоду всем присутствующим и прежде всего в угоду царю вы приняли участие в наших состязаниях. Это был знаменитый Чанура. Все знали его, уважали за его вот это искусство рукопашного боя. Он владел всеми видами оружия и бес мог сражаться с кем угодно. И вот это смысл состязаний и почему они вызвали их на бой. Потому что слышали, что вы очень сильные на самом деле. Вы боретесь в Уриндаване тут, Матхури много о вас говорят. И царь решил насладиться вашим искусством силы, сильные руки. Потом пригласил нас, великих, знаменитых, чтобы увидеть все в полную силу. Кришна сразу понял тайный замысел, умысел Чануры и приготовился к поединку с ним. Чанура, он не преданный Кришне, он предан Камсе. Но удивительно, что Матхури он видит Кришну перед собой и желает удовлетворить Камсу, не Кришну, а Камсу своей борьбой. Вступает в Кришну с борьбой с Кришной для удовлетворения Камсы. Еще такие есть случаи. Да, мы хотим служить Кришне или делать что-то в сознании Кришны для удовлетворения кого-то другого. Но учитывая время обстоятельств, он сказал, мы, как и ты, подданные царя Пходжей, хоть и живем в лесах и хотели бы доставить ему удовольствие. предложение участвовать в состязании для нас большая честь. Но ведь мы совсем еще дети. Сколько там Кришни было в то время? Еще 15 лет не было. Но это такой возраст еще, хрупкий. мы совсем еще дети. Да, порой мы играем в лесу Вриндавана с нашими друзьями, но мы думаем, что нам лучше бороться со сверстниками, равными нам по силе. Если мы вступим в состязание с такими прославленными борцами, как вы, это едва ли понравится зрителям, ибо такой поединок противоречит. с заповедем религии. Ну, нужно понимать по-разному то, что Кришна говорит. Это можно истолковать по-разному, это санскрит. Прямой смысл тут описан. Но мы же еще дети, он сказал. А вы сильнее. Мы там просто детские игры устраиваем, но нас пригласили на такое состязание, неравное на самом деле. Это противоречит принципам религии. Мы сражаемся с равными по силе, Кришна говорит. Это можно понять по-другому, что он не может сражаться с ними, потому что он сильнее, намного сильнее. Противоречит принципам религии. Я нарушаю заповеди религии, если буду сражаться с вами, вы слабые люди. Такой смысл тоже есть. Этими словами Кришна давал понять, что такие знаменитые и могучие борцы не должны вызывать на бой его и Балараму. Ченару ответил, О, Кришна, мы прекрасно знаем, что ты не ребенок и не юноша. Ты и твой старший брат, Баларама, превосходите всех и вся. Ты уже убил слонок Валапиду, который мог один сражаться с тысячами слонов. Это была поистине чудесная победа. Твоя великая сила дает тебе право бороться с сильнейшими хотел бы вступить в поединок с тобой, а твой старший брат, Баларама, пусть борется с муштикой. И еще сторона накладывается в сознание. Сколько слоев сознания одновременно тут. Ченару и муштика сознают могущество Кришны Баларамы. Поэтому для них честь быть убитыми в этой битве. Еще одна сторона накладывается. То есть это люди, которые борются на состязаниях, они готовы к смерти как гладиаторы. Но в данном случае для них это будет большой честью. Еще один момент накладывается. В Активиданте Кришна Верховная Личность Бога заканчивается глава 43 смерть слона Кавалайпиды. Это отдельно рассматривается эпизод и не смешивается с другой Лилой. Это следующая глава будет посвящена 44 участь Камсы. Тоже смерть Камсы. Смерть Кавалайпиды. Смерть Камсы. Сколько Кришна уже убил смотрите он же очень в убийствах. Он уже побивал столько всего. Начиная с Плутаны. Потом каждый день кого-то убивал. Ну теперь слона убил. В прошлый день тоже кого-то убил. Каждый кого-то убивает. И на каждое событие целая глава. Это называется сознание Кришны. Это Кришна приходит в материальный мир и говорит я защищаю праведников но уничтожаю злодеев. Сколько злодеев столько убийств что поделать. Такого слушай но мы не будем читать 44 главу это отдельно была тема. Есть ли у нас вопросы? Ядурани Давидаси говорят источник счастья у нас внутри это душа но подлинный источник счастья это Кришна который всегда независим и он как личность вовне как понять где находится источник счастья не в душе не в Кришне если мы отделяем эти вещи то не найдем ни там ни там во взаимоотношениях с Кришной вот там источник счастья не не разделяйте эти понятия если вы осознаете себя как душу это еще ничего не значит кто-то думает ооо это великие какие-то достижения это ничего еще не значит вы все еще в зоне риска находитесь потому что у вас нет взаимоотношений духовных и вы точно упадете снова в материальный мир поэтому просто осознать себя душой еще не переносит полного счастья в ясадева об этом говорилось он написал все эти вещи упанишады представьте себе веданта сутру четыре веды пураны там не было недостатков духовных и тогда народа его гуру сказал причины несчастья в том что ты себя творишь тонким и грубым телом осознавая себя душой чем сознаешь свою душу тонким умом это все еще материальное сознание связано с материей хотя уже духовное сознание но связано с материальным пока ты не свяжешь себя ни с умом со своим а с Кришной ты не будешь удовлетворен а это взаимоотношения тогда ты будешь счастлив тогда ты будешь глубоко удовлетворен поэтому ни в Кришне вы не найдете счастья ни в душе отдельно индийский бог какие у меня с ним отношения ничего общего я русский человек я русский человек или я казах или я француз не знаю американец кто угодно поэтому два момента я душа частичка бога а Кришна верховная личность бога я его слуга вот с этого начинали понимание какого счастья сослужения удовлетворение и последующее пресвещение материальными желаниями ведет к разрушению ложного эго приход человека к духовному пути это уже милость господа еще раз прочитаю удовлетворение и послед то есть удовлетворение и последующее пресвещение материальными желаниями ведет к разрушению ложного эго нет нет к разочарованию в каком-то смысле да это можно назвать неким некоторым разрушением крушением надежд называется это касается ложного эго но это не не полное его разрушение это лишь разочарование полное разрушение не может быть под влиянием внешней энергии потери там скажем какие-то несчастья крушение надежд это все материальная энергия действует она закладывает сомнения у нас в сердце в этой жизни вот разочарование может быть но не разрушает ложное эго потому что ложное эго более тонкий элемент от ложного эго нужно отказаться единственный путь самому а это нужно сделать только в знании великом большое знание нужно духовное тогда возможно отказ от ложного эго заметьте кто-то может указать на наше ложное эго мы только этим занимаемся друг с другом но пока мы не отказались сами ничего не происходит поэтому самоосознание необходим процессом познания почему отношения с кришной в битвах ставится в приоритете выше чем отношения которые складываются в отношениях более миролюбивых что какие качества преследуются в таких битвах я не очень понял вопрос с чем сравнивается что сравнивается почему спрашивается что здесь приоритет идут битвы с кришной чем его миролюбивые отношения а почему приоритет я не могу понять вот этого как раз вопрос почему так поставлен вопрос что это приоритет нет не вижу что это приоритет то что кришна танцует с гопи и больше не танцует нигде только во вриндаване не означает что это приоритет другие события качественно увидите что приоритет как раз расалила приоритете вриндаванские игры а то что кришна делает за пределами вриндавана уже в области материального мира это не приоритет хотя количественно это больше в этом смысле количественно но это таков материальный мир здесь больше количественно да демонов было до сих пор материалистов гораздо больше наталья из хабаровском есть ли еще нет вкуса к воспеванию святых инон и ты все равно с решимостью повторяешь их не является ли это оскорблением нет как раз решимость это не является оскорблением оскорбление это невнимательное пренебрежительное повторение здесь есть вопросы про слона допустим можно задать можно допустим спросить почему слона у кулапида такой крепкий хвост допустим вы же слышали что его таскали за хвост с большой силой хвост не порвался допустим нам раз неинтересно про хвост слона что значит что это принцип смерти сильно очищает если она очищает смерть это ее язык как бы проясняет ситуацию быстро то что человек не мог понять течение всей жизни момент смерти он может мгновенно понять вот это в этом смысле грешники в момент смерти все каются хотя не признавали свои грехи в течение жизни Ленин просил прощения у своих стульев и стола письменного который умирал Кальбин просил сжечь его книги атеистические все эти великие атеисты их смерть зафиксирована и вот это было такое издание даже издание как умирали все эти великие атеисты все они каялись вольтер неожиданно потому что никто не не осознает смерть в каждом моменте времени никто не осознает смерть когда увидит мертвого родственника в этот момент у него есть отречение тоже короткое вейрагия шваса в айраге что-то в этом духе шавасана знаете поза трупа вот отречение приведи трупа называется короткое течение на кладбище мы приходим временно быть или не быть чем смысл жизни и тут же уходим забываемся а смерть уже все необратимо вы не можете никуда уйти и вот тут у вас возникает вопрос как все а зачем я жил а что раньше не спрашивал вот это да не было столько времени я об этом не спросил не получил ответа а времени не больше и человек понимает что все кончено все все что у него есть все все теряет и он включается как бы в ребенка беспомощного ноги это наблюдают не не каждый человек есть грешники которые нет не смиряются даже перед смертью или те демоны шашупала родился представьте себе уже с ненавистью кришна номер 100 с таким настроением уничтожить его в следующей жизни уничтожили но это великие демоны обычные люди они просто чувствуют крушение полное крушение и превращаются на беззащитных беспомощных ребенка детей как тонущий хватается за соломинку в таком сознании не уходят зовут свою маму несуществующую поэтому все плачут на это там смерть присутствует с ним сейчас прям не в объятиях находится это что касается смерти как люди могут переживать ее попавить что премины они подобно котятам в пасти у кошки смерть это пасть кошки неприятный как котенок чувствую защиту и заботу для на террориста конечно это сознание крысы перед пастью кошки могли бы объяснить пожалуйста вот этот феномен мощей высыхания тела христианской традиции почему не разлагаются тела да да не разлагаются тела у святых людей достигли определенного уровня они усыхают не подвергаются разложения а почему я не могу это объяснить почему чисто физиологически или химически я не могу объяснить какие-то вещества выделяются таких людей также как царь и шапхадев жил со змеями испражнялся под себя катался в испражнениях своих запах благоухающих роз распространялся вокруг во всю округу то есть такое трансцендентное тело вот не только это касается преданных богу людей мистиков так же миссии так делаю какая страна я не думаю что это она решающая сторона ну что даже принимают лично концепцию души и бога личности у них нирвана тоже достигают такого уровня уровня чистоты определенным как эти до нас стоял тело еще своего завещанию его самадхи а там сидел теплый сверху ночью поместили бацан деле построили него и те кто обнаружили его тогда открыли исцелились от всех болезней это ситха называется ситха это тоже может быть святость но мы сегодня говорим не просто о святости о преданном служении это разные немножко вещь потому что что преданным может делать и дурные вещи иногда как бы из ранга святых может как бы выпасть по поступкам но занят чистым преданным служением говорится продолжает и кришна признает его святым такого человека господи честа не признавал любого кто успевает святые имена преданным тут такие критерии но есть такой уровень на как он на котором тело не разлагается у человека видимо так уж с высшим устроено чтобы самадхи оставались в этом мире как тело роману джачарь и чирангами ему уже около 800 лет примерно так 800 лет ему она покрыта сандаловой пастой просто это его тело в позе лотоса он сидит это не мурти искусственное это тело его с тех пор обычно западных людей туда не пускают но из коновских пускают они нас пустили сафари вот и пуджарь ему каждую неделю что летом или месяц он стрижет ему ногти на руках но он покрыт сандаловой пастой целиком тело роману джачарь до сих пор находится в таком состоянии надо в ачаре ушел просто исчез под грудой лепестков которые падают небо несчезду тела нартамда стакур растворился в ганге в мало мало в молоко в сосуд собрали это молоко положили смотри уложили в храме там где его божество к которым поклонялся говорит это это великий некоторые входили в алтарь исчезали как господь читания или мир обае но как мы уйдем не знаю посмотрим конечно видите как это не волнует восьмое время это неважно для прибыли все рука господа все рука господа а говорили что очень важно что это не делать но смысл вы не понимаете смысл почему Кришна приходит и ставит все эти люди и потом принести это в свою жизнь во все это мы делаем вот вот этот смысл это только в процессе а как же а как же недостаточно ну да цельное служение это а все ничего сложного ничего трудного в этом нет если сознание чисто просто слушать достаточно но нам если чувство собственности эгоизм и прочее анархии то недостаточно мы же хотим что-то еще делать мы не просто будем сидеть слушать мы не хотим слушать так долго у нас куча обязанностей у нас там дети работают обед завтрак ужин много дел поэтому мы это тоже занимаем служение это помогает нам слушать если преданный выполняет все свои материальные обязанности и перестает слушать считайте что преданное служение прервано это карма тут же становится просто карма в это в в это 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 было и это не это было но и это и это В жизни, когда ложное разрушение всех, не пройти за это, не таскать никого за хвост, сама, это Кришна может так делать, но мы можем попасть, судьба начинает вот так вот болтать в разные стороны, да, начинаем про себя тогда думать, кто же я, заново переосмысливать себя, мы же накапливаем какие-то самомнения в процессе успехов каких-то наших, удач, неудач, ну и когда много удачи, как-то жизнь ровная идет, я говорю, вот видите, я достиг стабильности или какого-то еще успеха, и у меня развивается это самомнение, вот и ждать успеха. Они все уверены, те, кто, знаете, ходят с деньгами, в пределах, положение имеют, машины, здороваются, так они решают проблемы, сидят, Харе Кришна, иди отсюда вообще. Мы тут велики вообще. И тогда коронавирус приходит, допустим. Кто я, я сейчас не могу даже на работу съездить, видите. Так кто же я без этого всего, боже мой, вообще никто что ли, я могу тут умереть, реаниматься тоже, как и все. Это так, люди начинают думать, думать снова о жизни, снова о себе, начинают задумываться о чем. Ну правда, они запутываются в том, что ищут материальные причины и решения. Снова. Вот будет вакцина, не беспокойтесь. Правительство думает, в которых они работают, мы под защитой. А люди сейчас умирают и умирают пачками. Продолжают. А их убеждают, нет, 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 все в порядке. Думайте, что вы под защитой, думайте про нас, мы вас не забываем, мы работаем, вакцина уже есть. Мы построили много больниц, успели за это время, не беспокойтесь. Умрете в больнице, хорошо. То есть они ищут материальные средства, это тоже нужно делать, понятно. Но мы говорим о сознании сейчас. Не думайте, что этого не нужно делать. Это нужно помогать людям, нужно выполнять свой долг, у врачей свой долг, у политиков свой долг. Все это проверяется, как мы заботимся друг о друге. Это хорошо. Но мы о сознании говорим. Причина-то не в этом. Решение-то не в этом. Это долг, но это не решение. Полное решение человека освободить от ложных мнений о себе, от его ложной гордости, отсюда все несчастья происходят. И аномалии катаклизмов в мире, и войны, и эпидемии, и все остальное. Пусть разберутся хорошие умы ученые в этом. У них не хватает мозгов, смотри. Потому что упрямые, как ослы. Они умные, но вот это упрямство, это мнение о себе делает их тупыми ослами. Почему они не могут принять верховную личность Бога? Почему бы нет? Так всегда было. Как без Бога можно жить вообще, цивилизованной жить? Ни морали не будет, ни семьи не будет, ни чистоты в обществе не будет. Одни ракшасы будут расплодяться. И же это непонятно. Любому взрыву человеку понятно, все понятно. Совершенно. Пять минут скажите, он поймет. Ребенок даже. Но люди с этим мнением о себе, им очень трудно. Поэтому иногда их просто свергают общество. Это простые вещи, не понимают. Тогда они революцию устраивают какие-то. В 17-м году была революция. В 1905 году была революция. Войны тоже были, мировые. Уже все это было. И все связано только с отношением между властью мучени. Потому что это самые тупые люди получаются в этом плане. Хотя самые разумные в материальном плане. У них есть власть, они умеют что-то делать. Да, мы в материальном смысле, они эксперты. А в духовном они просто ослы. Падшие. Вот какая вещь сегодня происходит. И они вроде заботятся о людях и хотят дать им образование, но у них не получается, потому что они падшие. И им нужно это признать. Что пока они не обратятся к Богу искренне, они будут падшими. Они спасут людей по-настоящему. И себя даже не спасут. Татьяна Палкина. Как переживает смерть тела душа убежденного материалиста? Как переживает смерть душа убежденного материалиста? Убежденного материалиста. Тяжело. Прабхадова указал на какого-то человека, который в коме находился. Не знаю конкретно этот эпизод, но помню, что Прабхадова указал и сказал. Сейчас, говорит, никто не знает, как он страдает от этого человека, находясь в коме. Также в шестой песне Бхагава там описывается история Аджамилы. И там описывается его вот этот момент смерти подробно. Что переживал Аджамила в момент смерти? Неописуемый ужас. Почему? Что убил Ямадутов? Вы говорите, обычный материалист. Нет обычных материалистов. Это грешник обычный. Когда вы говорите материалист, значит грешник. Поэтому его уход будет неприятный. Он не будет счастливо улыбаться в момент ухода. Или не будет умиротворен. Нет. Он будет испытывать ужас. Страх сильнейший. В этом вся проблема, что смерти как таковой нет. А вот это только страх смерти существует. Если избавиться от страха смерти, мы сможем увидеть, что душа не умирает. Страх — серьезная преграда. Ну и вот такой обычный материалист или обычный грешный человек, живущий на обычной жизни грешной, будет испытывать. Это может быть душа, это повышенная температура сильно, это бред внутри или беспамятство даже может быть. Это сильная боль во всем теле, подобная огню. В каких-то местах это описывается, какие-то вещи рассказывают люди, которые вернулись с клинической смерти. Что-то. Чуть-чуть мы можем так вот посмотреть туда, знаете, чуть-чуть-чуть. Дальше уже никто не возвращался оттуда, мы не знаем. Для нас воплощенных есть только писание, которое вот Города Пурана описывает более подробно, детально, как покидает душа, тело и направление разных грехов, которые дают направление. Описано в Пуранах. Человеку не дано иметь этот опыт, принеси сюда. Есть, описываются длики смерти, ну как бы разные боги смерти в разных традициях. У инков, у ацтеков, христианской традиции. Как мы можем посмотреть на это? То есть это могут быть какие-то разные личности, или это все о Ямараджо идет речь? Под одной юрисдикцией Ямараджо разные лики, разные образы смерти. Любые образы смерти могут быть. Смерть может присутствовать в облике очень красивой женщины. Может в облике старика. Как угодно. Как угодно. Поэтому у людей разных культур могут быть свои отношения со смертью. Разных также религий. Обычно в западном мире ее уже образ создан, это с косой, женщина. Но лицо у нее белое, часто рисуют просто череп там, под черным капюшоном, с косой. Эта косой она отсекает голову. В одно мгновение. Внезапно. Такой образ смерти создается. Но кто-то что-то видел подобное, какое-то видение было у него. В других местах смерть считается избавлением от страданий, как белый свет. И в шастрах тоже подтверждается, что сопутствует сильный свет смерти. Поэтому такой тоже есть образ сильного сияния света. Есть представление о смерти, как распада, просто распада. Сознание распада личности, которая входит потом в своих родственников или в растениях. Как буддисты говорят, она может продолжать свое существование в других уже телах. Но много представлений. Когда они сами... Просто... ...глухую тьму. А это что такое? То есть вы можете видеть свет, значит, что-то видите, а тьма, значит, что ничего нет. Но тьма тоже должна видеть, воспринимать тьму. Вот они считают, что это тьма какая-то. Темно, ничего не видно. Как вот как будто вы глаза закрываете, спите, вот тьма. Много-много-много представлений об этом. Так же, как о жизни много представлений, так же о смерти много представлений. Со мной происходит какое-то событие. Я думаю, это карма меня настигла или Кришна воспитывает. Если мы это воспринимаем как урок, то это Кришна. И тогда я освобождаюсь. Получается, мое освобождение? Да, да, ответила на вопрос. Так и есть. Воспринимай это как урок Кришны. Если ты преданная, воспринимай это как урок Кришны. Материалисты просто скажут, ну вот так случилось, то есть карма. А преданная увидит, что воля Кришны, урок. Откуда возникает чувство собственности и стремление к накопительству? Откуда возникает? Из сердца? Из оскверненного сердца? Аханкара находится в глубине сердца. Аханкара, значит, я наслаждающийся и я господствующий. И что мне нужно, чтобы наслаждаться в этом мире и господствовать? Ресурсы. Собственность нужна. Недвижимость нужна. Деньги нужны. Человеческие ресурсы тоже к тому-то нужны. Власть в будущем. И вы чувствуете себя наслаждающимся и господствующим. Это Аханкара раздувается таким образом в этом мире. Чем больше мне денег, тем больше Аханкара. Чем больше власть, тем больше Аханкара. Расширяется. Так, как бы себя обожествляет. Большой человек считается. Хотя он такой же, как и все, и живет как животное. Оно думает о себе многое. Так, где-то Аханкара? Как достойно принимать старение тела? Достойно принимать старение тела? А не смотрите в зеркало вообще. Ага. Что вы там наблюдаете? Наблюдаете себя, рассматриваете? Ой, морщинка. Что с ней распрямить надо? Помазать чем-то там. Ну вот, тут подтянуть волосами кожу, там, не знаю, как-то еще и так подтянуть. Тут висит шарф на крыльях. Здесь все прятать. Человек очень переживает, да, обычный. Особенно, если он красив. Он нелегко расставаться с красотой, если он очень красив. Ослепительно красив, то в старости. Уродует его тело просто. Не шея, а гофированный шланг вообще. Ну что такое? Не смотрите в зеркало. Часто. И вы станете красивее. Естественнее. Потому что люди такие, которые боятся старости, они превращаются в манекенов. Они начинают заклеивать, штукатурить все эти вещи. Начесывать волосы, которые редеют. Превращаются в манекенов. Ужасно отвратительно. Как будто труп украшенный. Нет, надо естественно себя вести. Есть другая красота. Расстаемся с одной красотой, а переходят в другую красоту. Это тонкий момент. Поэтому не нужно часто смотреть в зеркало. Зеркало – это дар Люцифера. В христианской традиции мне рассказывали об этом. Это дар сатаны, человечества. Зачем? Чтобы человек никогда не остался в уединении. Потому что если он в уединении остается, он начинает думать о жизни, о смысле. А тут изображение, отражение. И все. Вы не можете думать о смысле жизни. Из всех отражений – это самое могущественное отражение. Я сам. Как я отражаю в зеркале. Зеркало диктует там, как выглядеть, как вести себя. Некоторые тренируются, мимику изучают свою, чтобы на людях выглядели прилично. Такая культура – зеркало. Когда не пойдете в какой-то… В какой-то зеркало – кругом, кругом, кругом. Все любуются собой. Вармачари вообще запрещено зеркало иметь. Ну, такое маленькое зеркальце им дают, чтобы все вокруг выставить там. Все. Никаких зеркал. Так хорошо. И вы понимаете, что я душа. Я не тело. Про тело вообще не думает. Ну, для женщин это не рекомендовано. В целом жизни можно так сделать. Когда уже зубов и волос нет. Подбородок уже опустился на грудь. Можно тогда отказаться от зеркала, потому что там одно расстройство наблюдать. Ну, а пока женщина обладает, то немыслимо, конечно. То, что я говорю, это непрактично будет. Так что следите за собой, живите, как обычно. Я не вмешиваюсь туда. Я просто сейчас смеюсь. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Потому что он был убит учениками. И вот пришел туда этот человек, психолог великий, чтобы понять мысли Юлии Цезаря в момент убийства его. О чем он думал. По положению тела можно это понять, оказывается. И он увидел, что Юлии Цезарь принял очень красивую позу лежачую. Он думал, я был знаком с одним человеком, который упал с 8 или 9 этажа и, по-моему, только вывихнул какую-то ногу и все. Только редкий случай. Это было на Дальнем Востоке до сознания Кришны Моя. Он летел, представьте, вдоль кирпичной стены вот так вот. Это о чем я думал? Чтобы не поцарапать лицо. Все, что угодно, только не лицо. Как я буду выглядеть? Я так отталкивался от стены, когда прибежался к ней. Думал, чтобы не поцарапать лицо. Человек умирает, о чем думает? Ну вот как-то можешь воспользоваться, если что. Эти методы. Может, поможет, и не знаю. Лучше Харе Кришна повторять, не так ли? Я проявлю случай. Ему тоже надо Харе Кришна повторять. Громахташа, как это возможно? Это же какое-то мгновение. Как нужно думать, как это выглядит? Как истейк подумать о себе. Такой ум? Ум? Не, мгновения достаточно. Для ума в таких обстоятельствах мгновения достаточно. То есть, обычно с такой высоты из-за страха умирают? А здесь он думал, отрасль от силы, не думаешь? Нет, не все умирают из-за страха. Не так совсем нет. Не все же боятся такого. Это нужно с очень большой высоты лететь, чтобы страх испытали большой. Какого дата? Девятый этаж не так высоко. Все видно еще тогда. Падали из более высоких высот людей. Тоже бывали случаи разные. Даже с самолетов выпадали, видите? Кто-то оставался целым. А кто ступеньку, знаете, споткнулся и сломал себе шею. А кто-то упал в 10 тысяч метров. Начнулся и пошел дальше. Судьба такая. И так эти потемки души называются. Ну, принцип. Думайте о Кришне. Развивайте память. Чтобы помнить даже момент смерти Его. Это глубинная память называется. Наши вечные отношения с Богом. Она не теряется даже в момент смерти, если пробуждена. Все остальное рушится. И он хватается за соломинку. Понятно, что соломинку никого не позет. Но все равно хватает. Что-то на вопросе? Какой-нибудь хороший. Какой-нибудь сверх вопрос. Как правильно повторять свое имя Господа? Как концентрировать свое внимание на звуки? О чем думать или не думать в этот момент? Изучайте звук. Звук изучаете, когда повторяете мантру. Преданные пытаются по-разному продвигаться в воспевании святого имени. Но моя рекомендация для большинства. Для большинства изучайте звук, вибрацию эту. Ну как вот можно изучать, допустим, перед вами вода, допустим. Можно попробовать. Можно потрогать температуру. Можно сделать омовение. Можно вес изучить. То есть с разных сторон, да, можно этот предмет изучить. Воспринимая его по-разному. Также и звук. Постарайтесь услышать просто ухом. Непрерывно. Непрерывно вибрацию. Постарайтесь ум туда погрузить. Просто вибрацию. В звук. Не думайте даже о Кришне, о форме, там, ни о чем. Просто звук, вибрацию. Повстарайтесь услышать ее внутренне. Где она находится, когда повторяете манту? Здесь, или здесь, или здесь, или здесь. Где этот звук сейчас вы слышите? Вот в вашем целом существе в теле. Доступно вам восприятию. Постарайтесь просто звук изучить. Для начала. Исследуйте. Как вы повторяете этот звук? Что происходит? Это для начала. Привыкайте. И найдите этот звук внутри себя. Потом. На языке он есть уже. Так, можно автомат включить. Он уже будет повторять мандру. То есть удобно. Автомат может работать постоянно. И даже к этому можно привыкнуть. Но постепенно вам нужно научиться с этим звуком жить. С этой вибрацией. Ну, пример грубый. Как зарядка. Вы привыкаетесь. Зарядку вы не сделали. В какой-то день вы чувствуете, что вот, ну, ну, с телом что-то надо делать. Вы же чувствуете это. Или вы зубы не почистили. Вы же это чувствуете. Что нужно почистить зубы. Как-то себя неудобно чувствуете. Или вы не омываетесь вовремя. То же самое. Или вы в грязной одежде ходите. Вы же чувствуете, что хорошо бы сменить белье. И здесь то же самое. Вот с этой вибрацией вы должны научиться жить. Как с очищающей силой. Изучайте звук имени. Трансцендентный звук. Вибрацию. Пропады в одном месте говорили, что это трансцендентная вибрация. Так он ее представляет. Он не говорит о Радхе и Кришне. Говорит, трансцендентная вибрация. Вот изучите ее, как трансцендентную вибрацию. Когда изучите ее очищающую силу, тогда есть шанс. Тогда есть шанс увидеть форму. Осмыслить какие-то качества и деяния Кришны. Не сразу. И когда-то пытается сразу увидеть Кришну, как бы его деяние, сразу лилу какую-то увидеть. Ну, при каких-то усилиях неплохо, в принципе. Неплохая медитация может быть. Но пока вы не услышите эту вибрацию внутри себя, вы не увидите реально эти вещи. А нужно реально соприкоснуться с Кришной. Вот то, что мы читаем сегодня, читали в книге Кришны, это реальные вещи. Не поныне. Реальные вещи. Это при помощи вибрации вы можете осмыслить. Тогда вы будете пребывать уже как бы в сознании Кришны, в этой вибрации. Ее можно воспринимать как Браман, эту вибрацию. Можно воспринимать как Параматму, эту вибрацию. И можно воспринимать как Бхагаван. Ваши личные отношения с Кришной. Особый момент. Это особый момент, который связывает, привязывает к этой матве. То есть она раскрывает все аспекты. Но сначала просто нужно изучить вибрацию, звук. Не знаю, насколько я понятным языком говорю. Хорошо. Еще окрыт. Сколько? Две. Распространяете? Как марафон? Хорошо. Тысячу книг уже распространили? Тысяча нет. Две? Семь. Семь тысяч? Да. Что ты? А такое возможно, почему нет? Ты можешь и больше, я думаю, распространить, если захочешь. Когда-то вы распространите миллионы книг. Если у вас столько подписчиков, столько интересующихся людей, институт может распространять очень много. Есть такой приятный, его зовут Читания Чандра, он из Бразилии. Его гуру попросил его распростренить миллион книг. Бхагава Дхид. Он распространил уже где-то в истории семьсот тысяч, около того. Он, когда цели приближаются, скоро распространят миллион книг. Один человек. Просто на улице. Через институт вы можете делать даже больше. Я так думаю. Да? Все согласны, нет? С миллионом книг. Но это надо сделать. Все мы можем понемногу, понемногу, понемногу. Сделать большое дело. Солик Требенчаков хорошо. Солик Требенчаков, он сделал перевод книги. Он хотел. И все звезды, которые обратили внимание, он очень пользуется. Он тоже багаж. И он такой, что он делал, багаж. И вот очень красиво. И вот такая книга, он просто перевод сделал. Видите, человек комментирует Бхагавадгита уже в России кто-то. До него это делал Семенцов, Смирнов, Кальянов, насколько я помню. Вот такие известные, известные востоковеды были. А это не востоковед, это человек как бы искусство известный. Он знал о Харе Кришне еще до моего, до моего прихода в сознание Кришне. Он уже пел песни там про Харе Кришну. Высоцкий коснулся темы реинкарнации чуть-чуть в своих песнях. Вот так. Теперь Гантарий, пожалуйста. Он размышлял о Бхагавадгите как-то по-своему. Но мы читаем по правопаду, конечно. Это для какого-то класса, для звезд, да, может быть, пойдет. То, что для звезд. Мы не звезды, поэтому нам нужно что-то попроще. Как Кришна говорит, мы же вам не годимся, да, мы всего лишь юноши. Вы-то великие, вот как вы будете с нами сражаться. Хорошо. Ты приносишь пользуешься в комментариях, когда, например, вы видите Грибничникову? Кому-то. Просто пейут. Грибничников сейчас и Владимир Кузьмин очень много служит Кришне. Поет песни, вот Дамандараш игра там, посвящала Кришне музыку. То есть он сейчас связывает свою жизнь с Кришной тесно очень. Это тоже звезда, большая звезда его. Все знают его. Такие знаменитые люди. И они принимают, видите, философию Бхагавадгиты. Сильное влияние оказывает на богемов. Конечно. Они понимают, что это прогресс. Они же понимают, что это прогресс большой. И что бы ни делала великая личность, остальные будут подражать хотя бы. Хотя бы будут покупать, читать, иметь, показывать, что у меня есть Грибничникова. Моему эту книгу, но у меня Грибничникова, говорит Грибничникова, тоже есть. Для них это хорошо. Для нас у нас прабхупада есть, все в порядке. Но дали не все люди готовы понять и принять правопаду сейчас. Есть такая интересная вещь. Есть учение, а есть продукты учения. Вот продукты учения люди принимают, а вот само учение не понимают. То есть продукты учения, это что про сад, допустим. О, дайте, дайте, я знаю, хорошо. Ваш кирп там попойте, мне нравится. Философию никак не могу понять. Почему правопады не могу понять и так далее. А продукты хорошие, культура у вас вроде хорошая, все, люди хорошие, продукты хорошие. А само учение люди не могут не понимать. Поэтому хотя бы продукты мы будем хорошее распространять. Сё правопады, ки, джай.